Александр Кравчук, трейдер из Северодвинска, в авторской передаче «Основы волнового анализа». Это наша следующая тема. Александр, добрый день, заходите к нам в эфир. Александр Кравчук, трейдер из Северодвинска, в авторской передаче «Основы волнового анализа». Александр Кравчук, трейдер из Северодвинска, в авторской передаче «Основы волнового анализа». Александр Кравчук, трейдер из Северодвинска, в авторской передаче «Основы волнового анализа». Александр Кравчук, трейдер из Северодвинска, в авторской передаче «Основы волнового анализа». Александр Кравчук, трейдер из Северодвинска, в авторской передаче «Основы волнового анализа». Александр Кравчук, трейдер из Северодвинска, в авторской передаче «Основы волнового анализа». И, соответственно, я проговорю какие-то свои соображения. Так, ну давайте индекс доллара. Значит, что по сути, наверное, со старшего таймфрейма более-менее начнем. В моем понимании развивается вот такое движение в виде последнего конечного диагонального треугольника. Последнее движение в виде конечного диагонального треугольника. На рынке Форекс эта модель является импульсной. Она с собой подменяет импульс в тех структурах, когда нужно финализировать движение какое-то, старший паттерн. То есть это либо какая-то волна пятая в простом импульсе 1, 2, 3, 4, 5, либо это волна С в виде волновой плоскости. Именно как раз этот вариант с окончанием волновой плоскости я себе и представляю. То есть если вот посмотреть до того, что происходило с этим индексом в моем понимании до текущих движений. То есть было, соответственно, трехволновое движение вниз в виде волны А. Потом, соответственно, была такая сложная тройка в виде волны В старшего таймфрейма. И сейчас мы рисуем конечный диагональный треугольник в виде волны С. Цель для него действительно 90 плюс-минус 50. То есть именно как раз то, о чем спрашивает участник. Жидаю ли я индекс долларов в этих зонах? Я действительно жду, что где-то примерно к 15 сентября плюс-минус, может быть чуть больше. Естественно, если здесь добавить какие-то неторговые дни, которые, в принципе, линейно бары по календарю выставлены все подряд. Естественно, будет выпадать суббота-воскресенье. То объективно 14 сентября превратится, наверное, все-таки где-нибудь там побольше. То есть это будет примерно где-то, может быть, 21, 20 сентября. Пока так. То есть, в принципе, к этим датам примерно я ожидаю 90.50 по индексу плюс-минус. Ну и почему на самом деле, да, потому что есть конечный диагональный треугольник, к моему пониманию, вот в этой области, да, но я думаю, все же поняли, догадались, да, где я его жду, соответственно, в этой зоне. Ну и давайте посмотрим на его формирование. То есть если уйти на таймфрейм и пониже, тут менее подробно размечено вначале, потому что, ну, уже не представляет какой-либо интереса, да, эта внутренняя структура. Был клин в волне А в данной области, соответственно, по индексу. То есть вся модель началась именно с начального диагонального треугольника, это паттерн, который встает, импульсный паттерн, который встает в начале всегда движения, да, он задает, грубо говоря, тренды, так называемые, ну, либо крупные, более крупные коррекции. И после этого клина образовалась сложная коррекция B, вот эта зеленая, да, ну и потом импульс C мы увидели, и все это была первая волна в виде зигзага, тройки, соответственно. Какие у нас паттерны начинаются с троек? Ну, естественно, да, такие паттернами являются либо конечный диагональный треугольник, либо какая-то более сложная там коррекционная структура в виде, там, допустим, набора зигзагов, то есть там двойной, тройной зигзаг. Конечно, здесь они тоже могут реализоваться, тогда волновая плоскость старше, то есть вся большая, превратится, соответственно, в двойную тройку, но пока, в принципе, правила для конечного диагонального треугольника не нарушены, этот вариант более симпатичен, более интересен, поэтому я, в принципе, его и рассматриваю. Значит, первая волна тройка, вторая волна тоже набор, здесь троек, да, потом что произошло? Потом произошла третья волна, естественно, да, в виде уже тройного зигзага, в котором есть W, XY, XXZ, все эти структуры действующие волны, соответственно, являются сами по себе зигзагами, ну и вот потом мы увидели такую сложную четвертую волну. В принципе, для нее не нарушены никакие свои уровни критические, то есть эта вот волна 2, да, не должна, уровень волны 2 не должен пробиваться на 98.50 примерно, да, по индексу, пока мы его не пробили. Вот нарисовали вот такой сложный коррекционный паттерн. W, X, Y, четвертая волна, при этом, да, в последнем Y, в последней тройке, точнее, в последнем зигзаге, извините, данного двойного зигзага, у нас первая нога была Брекситом, да, движением на Брексите, то есть импульс А выстрелил, потом коррекция B, и сейчас мы закончили конечный диагональный треугольник с очень большой степенью вероятности в С. Все, ну и ожидаемо, да, на заседании ФРС прошедшем у нас что сделал? Индекс начал ослабевать. Сделал движение вниз, достаточно ярко выраженное свое, да, вот, ну, очевидно, скорее всего, что это движение, которое вот здесь, ну, я перейду на свечи, да, чтобы было более понятно, движение вот это вот в данной зоне, оно вряд ли умещается в внутреннюю структуру вот этого предыдущего какого-то паттерна, вверх растущего. Ну, поэтому я, грубо говоря, начал искать там первые структуры заходные. Вот, пока, в принципе, представляю себе следующим образом, да, образовался у нас нисходящий импульс один, и сейчас он корректируется какой-то коллекцией, очень похожей на волновую плоскость. Соответственно, А, Б, С. Тоже у нас есть первая тройка А, вторая тройка Б, обновила минимум немного, и сейчас потихонечку как бы формируется какой-либо... формируется восходящий конечный диагональный треугольник с целями примерно там 96-70, да, вот ему максимум немножко обновить, вот в эту зону зайти, и будет замечательно. В принципе, есть более такая, да, здесь горизонтальная структура коррекционная, то есть здесь может это последнее движение закончиться более раньше и уйти чуть-чуть более раньше на нисходящий тренд по индексу. Ну и очень похожая картинка перевернутая по евро, да, то есть если я ожидаю индекс, в принципе, доллара на ослабление в район там тех же самых своих 90, то, конечно, я, в принципе, ожидаю и рост евро-доллара примерно в эти же временные периоды, в район там, ну, хорошо, давайте не 20-е фигуры, давайте хотя бы там 18-е, 19-е фигуры поскромнее чуть возьмем, почему? Потому что сейчас немножко уже цели чуть-чуть сдвигаются, и с большой степенью вероятности отметку именно 1.20 мы не посетим. Вот, опять же, с чем это было связано? Опять же, с тем, что евро-доллар прошел в расстоянии в район 1.09 на событиях по Брекситу. А теперь так, единственный ли это сценарий по индексу доллара? Сценарий не единственный, безусловно, да, он, этот сценарий самый приоритетный, почему он является, грубо говоря, торговым, да, есть несколько нюансов, но вот, в принципе, что могло произойти? Могла произойти, что вот эта вся коррекция, такая ситуация, что вот эта вся коррекция, которая предполагается, да, в конечном диагональном треугольнике, могла образоваться лишь двойным зигзагом и закончиться в этой точке на 90.84 по индексу. Вот здесь вот мог быть, в принципе, чисто теоретически, финал вот этого паттерна, да, то есть серая образующая линия, да, как подсказывающая, могла вот здесь закончиться. Теперь мы должны рисовать восходящий тренд по индексу доллара высоко-высоко наверх, то есть на серьезное начало укрепления. Но, естественно, я не просто как бы размечаю график, да, именно исключительно волновой анализ, я еще его перепроверяю, я пытаюсь найти пропорции паттернов, да, которые, в моем понимании, безусловно, существуют на рынке. Вот я пытаюсь проверить паттерн, конечен ли он или нет, либо я могу здесь пытаться, там, да, фантазировать какие-то волны наверх искать произвольно. Ну, первая, да, подсказка, которая мне сказала, что, в принципе, тот довод, который я использую, о том, что здесь, в принципе, индекс доллара не закончил свое формирование коррекционное, это тот вариант, что на текущих уровнях вот этот паттерн, в принципе, если он здесь и готов, вот этот паттерн, то вот этот старший, он здесь не сходится. Этот старший паттерн весь, он здесь не финализировался. Ему недостаточно здесь было и по времени, и по цене в этой точке, ну, то есть не попадает ни так, ни так пропорция. Поэтому, скорее всего, здесь не минимум индекса доллара. Мог ли минимум образоваться вот здесь, да, так называемый какой-нибудь там своей неудачей, там, да, усечением, еще с чем-то, в зависимости от того, какой паттерн здесь размечать, такой термин и применяется. Оба этих термина и неудача в пятой волне и усечения обозначают то, что цена в последнем движении не доходит до своих проектных целей, то есть не обновляет минимум в данном случае, вот в этой точке, да, на 92.98. Нет, опять же, да, вот если здесь засчитать эту точку как окончание какого-то движения, допустим, вот здесь 4, вот здесь 5, да, и мы теперь растем, хорошим причем импульсом, таким на Brexit мы вышли наверх, тоже не получается, тоже не сходится пропорция. Таким можно фантазировать с точки зрения волн очень долго, все это будет лишь натяжкой на желаемый результат, никаким образом к анализу уже серьезным и системным это отношение иметь не будет. Это будет просто какие-то фантазии трейдера, который хочет как-то примерно подбить правила теории, формирование паттернов под свой желаемый результат, какой-то из конечных точек остановить, допустим, падение индекса, и начать строить восходящий трет. Более того, вот в этом движении, в этой зеленой волне W, которая вот здесь вот находится, да, если опуститься на тэмфрейм пониже, посмотреть, в этом движении тоже нет импульса. Вот здесь вот движение растущего, тоже импульса нет. Можно пытаться сложить здесь как-то, да, но если просто пересчитать даже волны, 1, 2, 3, 4, 7, нет тут импульсного движения, поэтому с очень большой степенью вероятности не начальный паттерн, хотя, в принципе, все пока более-менее, казалось бы, в восходящем тренде развивается. Значит, я однозначно делаю вывод, что мы должны снижаться по индексуалу, а куда снижаться, опять же, на обновление минимума, пропорция будет на 90, значит, туда. Поэтому я выбрал, в принципе, единственный вариант, более-менее серьезно подкрепленный различными уровнями анализа, которые я использую, волновой, проверка по времени, проверка по цене, по своим, как бы, да, пропорциям. Дополнительные факторы, да, фундаментальный анализ совсем откидывать нельзя, то есть я, примерно, понимаю, да, что будет сейчас происходить с индексом доллара в ближайшие, там, ценил доллары в американские в ближайшее время до выборов Соединенных Штатов, да, тоже, как бы, политике отрываться нельзя, примерно, представляю, что он будет ослабевать. Да, я рассматриваю, как раз, вот с чем связано будет окончание ослабления. Сейчас понятно, да, в июле ставку не подняли, заявления очень голубиные, там, ну, как так называемые голубиные. Попытка сказать о том, что, в принципе, да, мы будем смотреть на показатели, там, на какие-то, там, да, таргетировать инфляцию, все это, на самом деле, очередное, грубо говоря, ну, болтовня, который рынок уже просто устал. Если, допустим, рассматривать вариант, да, что люди ждут, ну, закладывают в свои модели какое-то, какое-то, соответственно, увеличение, ну, ужесточение монетарной политики. На дне те же, как бы, высказывания, ничего серьезного не происходит. Голосование вообще прошло, там, да, 8-1, там, только один проголосовал за минимальное на четверть повышение ставки. То есть, понятно, да, абсолютный разгром, ужесточение монетарной политики. Но не надо, как бы, да, опять же, впадать в иллюзии. Они все-таки не хотели, но они в прошлом декабре ставку подняли. Почему? Потому что авторитет регулятор потерять не может. Он не может взять и просто-напросто отказаться от намеченных своих планов вообще. Я не знаю, будет ли ноябрьское повышение, но рынок в него верит на 33%. Декабрьское, там, 50-55%. Да, с очень большой вероятностью ставка в этом году будет повышена. Вот пока разочарование идет, индекс будет слабее, но все-таки где-то к осенью, ближе к ноябрю начнется период такого небольшого пока укрепления доллара. И потом это все будет подкреплено реальным, может быть, однократным, но в этом году повышением ставки. И, соответственно, это направит все-таки индекс доллара на свои максимумы. Это будет, на самом деле, очень серьезный период укрепления индекса доллара. Возможно, это будет связано с тем, что и политика поменяется, да, внутренне. То есть политические силы изменятся. Придет команда за место демократов, республиканцы власти, ну, а там, как говорится, на ожиданиях каких-то неизвестностей, более, да, что там голод возбредет в новой команде. Естественно, это будет все время неопределенность толкать доллар вверх. Так, ну, а евро-доллар, по сути, фактически зеркальная ситуация, да. Единственный момент какой, с небольшим своим паттерном, хитростью своей такой. Почему? Потому что сделать полностью аналогичную картинку, как по индексу доллара, немножко не позволяет пропорция, потому что в некоторых моментах доллар обновлял максимумы, а евро этого не делал, и наоборот. То есть своя такая, как бы, маленькая раскорреляция именно по виду волнового паттерна присутствует. Но так или иначе, в принципе, все это превращается, здесь, в данном случае, в тройную тройку. И, в моем понимании, последнее движение, которое должно по евро состояться, где-то в район 1.10.40-1.10.50, в виде, ну, последнего завершающего зигзага, причем я жду это сегодня прямо, да, потому что у меня маленькое разворотное окошко здесь остается, еще не посещено, и время у него существования до 22 часов сегодня, до завершения американской сессии. Ну, там, если час, час, там еще два зайдет, я уж там не буду, в принципе, да, сильно, как бы, расстраиваться. То есть, по сути, сегодня до закрытия, в принципе, рынков, да, форекс евро должен, в моем понимании, исходить в отметку, там, 1.10.50. Вот. Такое у меня представление, соответственно, теперь по порядку, да, нефть. По нефти, как я и сказал, жду я завершающего движения. Исходящий канал здесь идет, небольшая амплитуда. Ну, это нефть марки VTI, USO у брокера Fibro Group, соответственно, ну, картинка аналогичная по бренду, только немножко котировка выше в цене, да. Вот. Пока они корреляцию не потеряли свою, и, в принципе, все очень похоже. С открытия сегодня тоже нефть уходит вниз, продолжает, соответственно, снижаться. Цель для нее по VTI, вот, стоит по легкой нефти, да, стоит на 39, плюс-минус, так, здесь вот 50, да, центов есть, как бы вот это окно голубым светом подсвеченное. Ну, а крайний такой, да, период, куда мы должны, докуда мы должны дотянуться, это 1 августа. Но давайте, да, вспомним, что у нас есть 2 выходных дня, когда они будут торговаться, значит, первая превращается в третья. Вот, здесь пропадет, да, пару дней, и эта отметка станет 3 августа, ну, там 4-5, очень хорошо. Давайте примерно к концу следующей недели ожидать нефть в районе 39, да, и тогда это будет, в принципе, нормально. Мы придем и по цене, и по времени в нормальную точку, и можно будет смотреть, ожидать вот этого завершения, от этой большой-большой коррекции, которая продолжается у нас. с, ну, откуда продолжается, думаю, так вы все помните, это у нас где-то примерно 9 июня, да, с отметки 51,60 по ВТА. Еще на что хотел бы обратить внимание, кто отслеживает отчеты CFTC, да, по объему контрактов открытых по нефти, вот здесь очень большая, крупная, сильная позиция набралась. Там, ну, 390 тысяч контрактов на покупку. Вот с этой точки мы уходили, их было там 240, что ли, тысяч контрактов. То есть вот здесь вот набрали, да, за это движение, надо теперь немножко его сдуть. Поэтому я не уверен, что 39 остановится. Сегодня отчеты выйдут в пятницу, поздно уже, да, в 10 часов они их публикуют по времени. Данные будут только там за вторник. Посмотрим, насколько же за это движение порезали шарфы этих покупателей. Сколько здесь бы выходило на вот этом падающем движении из лонгов. Дальше, если вышло очень существенно, если хороший, да, был, грубо говоря, отток, отток, соответственно, продавцов, тогда, точнее, покупателей, извините, тогда, соответственно, можно будет сказать, что рынок подразгрузился и готов снова двигаться вверх. Если, соответственно, мы увидим маленькое сокращение, да, позиции на покупку, то их продолжат, грубо говоря, тащить против денег. Это как бы, ну, так рынки работают, я уже не раз об этом высказывался. Вот, поэтому, в принципе, подход сегодняшний будет понятно, насколько реальна эта точка, да, стоит от 39 или нет, потому что, естественно, цели есть еще ниже, цели есть еще ниже, вот, но я думаю, что это более-менее реальное пока, да, не надо там фантазировать там о 26 на данный момент, зачем, если еще 39 у нас, грубо говоря, совсем актуально. Поэтому наблюдаем, смотрим, ну, и, опять же, да, диспозиция подскажет, насколько, грубо говоря, у нас лонги теряют свои позиции, и насколько реально будет, грубо говоря, остановиться. Так, ну, что дальше? Дальше золото просили, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим золото. В моем понимании все очень, ну, так сказать, не то чтобы сложно, но очень интересно. Смысл в чем? Вот этот вот рост, который проходил, да, там, от 1200, вот, на самом деле стоит его разметить, в принципе, как конечный диагональный треугольник. Смысл в чем? Смысл в том, что, действительно, здесь нет импульсов, здесь тройки, но модель может состоять из троек, и, да, ИРТС тоже посмотрим. И, соответственно, получается, вот после хорошего, шикарного импульса, и интеррекции, как вы помните, да, вот этот импульс 1, вот здесь, возможно, возможно, все-таки у нас стоит, как бы, да, волна 2 или B, вот, то, значит, это движение должно составлять какой-то самостоятельный, ну, паттерн импульс, да, по рынку. Он, в принципе, является, конечно, диагональным треугольником. И теперь осталось понять, здесь у нас можно поставить C или 3, там, да, допустим, ну, 3 точно нельзя, но, допустим, 1 в 3, либо волну C, можно поставить вот в этой зоне, вот в этой зоне, либо нет, то есть этот весь рост был. Но не особо не получается, не особо не получается. То есть, в принципе, в принципе, либо мы формируем коррекцию, и рост продолжится, либо мы будем достраивать более и более серьезные снижения. Ну, так или иначе, отметка 1300, а там 1301, там, да, ну, понятно, да, там этот доллар плюс-минус не сильно, как бы, да, важно. Вот я, в принципе, еще жду, и там надо будет очень сильно по дуне посидеть. Почему? Потому что с большой степенью вероятности вот этот вот рост, он продолжится наверх, в район там 1400 и прочего. Стартанули ли мы уже? То есть, пошли ли мы отсюда прям уже, да, вот так дальше, дальше, дальше? То есть, не обновляя вот эти минимумы, там, 1310? Не уверен. Здесь рост, ну, какой-то тоже не особо такой импульсный, да, плюс коррекция как-то непонятно, как она закончилась. Не смог я тут нормально найти точку окончания. Ну, то есть, не дотянули мы, да, до своего нижнего границы. Вот, поэтому я, в принципе, пока сохраняюсь в ожидании еще снижения в район 1300, а оттуда, скорее всего, разворот и лонг. Вот, ну и свой шорт, и там, наверное, буду как бы расставаться с ним в районе 1300, вот, потому что, в принципе, никакого интереса держать уже не останется его. Так, ну, по голде я, в принципе, высказался. Евродоллар тоже, да, доллар-иена. Доллар-иена, как я, в принципе, уже говорил, в моем понимании была такая очень крупная коррекция, очень крупная коррекция, там, да, первый импульс, А, потом коррекция Б, и потом еще один импульс С. Но вот этот вот факт того, что мы закрылись вот здесь, да, не обновив минимум, а такое бывает на самом деле, да, в полновом анализе. Это называется все-таки исключением из правил, но оно достаточно такое, не то чтобы уже там совсем какое-то там нереальное исключение, да. Вот это вполне такая встречающаяся на самом деле ситуация, когда в последнем движении в импульсе С, соответственно, зигзага, пятая волна не дотянула до своих проектных целей. Причем вот эта шпилька в волне 3, вот здесь вот она была связана, опять же, с Брекситом, то есть это очень как бы эмоциональное движение, импульсивное, вот, и чрезмерные даже иногда бывают такие вещи. То есть, конечно, вполне, можно сказать, что здесь, в принципе, можно оставить эту волну 5 вполне как бы в силе. А значит, у нас зигзаг закончен и начинается новый тренд. Обращал внимание, еще раз повторю, банк Японии долго думал, приезжали к нему там и Бен Бернанке, остальные видные деятели экономические, да, которые, в принципе, сейчас не связаны с политикой и имеют право в качестве экспертов, да, принимать участие вполне законно в консультациях по поводу изменения монетарной политики, да, суверенных государств. Бернанке посещал Японию, встречался, да, с главой, ну, с главой и правительства, и Центробанка Японии, и выработали они какой-то определенный опять вариант. Рынок оценил его где-то около 200 миллиардов долларов, японцы признали, что это будет около 285 миллиардов долларов, то есть новый стимул на подходе. И вот этот вот выплеск, да, в первую волну был на ожидании как раз этого самого стимула. Сейчас мы формируем коррекцию волну 2, ну, и думаю, что, да, вот эта волна 3 и далее не за горами. Не за горами. То есть аптренд по иене, в принципе, скорее всего, обеспечен. Ну, а цель это у нее, да, обновление предыдущего максимума 135, ну, понятно, что это, наверное, годы, ну, как минимум, наверное, не за завтра и не за послезавтра все это произойдет. Ну, в общем, по доллар-иене я жду аптрендов. Оставляю как вариант этим серым цветом нанесенный, да, вариант все-таки при слабеющем долларе какого-то там другого движения, но с большой степенью вероятности, что все-таки иена будет слабеть еще сильнее. Да, там зигзаг не из самого-самого максимума, вот с этого движения, да, вот с этого движения от А. Ну, даже не зигзаг, я разметил двойным зигзагом. Почему? Потому что было А, В, С, потом еще волна Х, и вот этот последний-последний зигзаг, вот этот, да, А, В, С коричневым цветом уже. Я превратил, соответственно, его в двойной зигзаг. Почему? Ну, потому что, да, тут собирать какой-то импульс с незаконченной пятой волной, опять же с неудачей, потом какая-то маленькая коррекция, потом опять неудача. Ну, это такой волновой бред, да, который, в принципе, не стоит допускать, когда можно спокойно перейти через двойной зигзаг. Более того, неплохо бьется по времени, по цене, со своими, конечно, там нюансами. Почему? Потому что движение очень большое. Тут, если посмотреть, там от 125 примерно мы падаем до отметки 100-25 фигур. Небольшие какие-то видоизменения пропорций чуть-чуть допустимы. Ну, так как здесь первая базовая волна W не очень большая, то, естественно, там, да, C, ну, точнее, Y, это там легко попадается и проектной цели. Почему? Потому что они достаточно часто идут там через каждые, там, три фигуры. Проектная цель мы в определенную попали. Поэтому двойной зигзаг снизу, ну, и сейчас, да, мы должны там где-то в 135-137 уходить за пару лет. Так, ну, и давайте попробуем RTS, RTS, посмотреть. Где же его вам открыть? Ну, давайте вот так вот, да, с голого графика. Значит, я думаю, что всем, в принципе, достаточно понятно. Достаточно понятно. Тут еще таки не прокатирован. Ну, помним мы, да, откуда мы все это дело растем. То есть у нас был, ну, скорее всего, импульс, да, вот в этой зоне. В этой зоне, скорее всего, импульс был. Потом на майских праздниках, да, если я не ошибаюсь, мы там его открытием прям с гэпом сломали и пошли вниз рисовать какую-то коррекцию в данной зоне. В данной зоне какую-то коррекцию. Вот здесь вот. И вот, ну, естественно, да, самое важное. Коррекция закончена, нет. Что она из себя вообще представляет и как, соответственно, с этим, грубо говоря, жить. Вопрос на самом деле насущный, но ответ, в принципе, я сейчас попытаюсь дать, как я представляю себе это сам. Значит, движение, по сути, превратилось в набор трехволновых паттернов. Давайте по порядку, да. Здесь был максимум. У нас. Совершили мы, соответственно, да, первое пронение в виде зигзага. Потом, соответственно, рост в виде волновой плоскости. Ну, а дальше начинается более сложный паттерн. Причем, ну, как помните, фьючерс, да, ведь, по сути, здесь тоже заходил высоковато. То здесь у меня, так получается, РТС именно сам. Нет, у меня 9.16 тоже фьючерс. Какие котировки странноватые. Ну, ладно. Формируется, соответственно, коррекция. Вот теперь вот эта вот, данной части. И она превратилась, опять же, да, то есть у нас есть 3, 3 и еще одна тройка образовалась. Ну, и очень, да, в принципе, здесь понятно, из чего она состоит. Соответственно, здесь у нас зигзаг. Еще один зигзаг образовался, да, с треугольником вот здесь в середине. Теугольником в середине в этой части. То есть тогда попытаюсь восстановить по памяти картинку. И, соответственно, вот сейчас мы рисуем движение. Но не факт, что оно будет импульсное. Тут импульсу, скорее всего, не место. Здесь будет набор трехволновых движений вниз. Ну, то есть, как бы, скорее всего, из импульсов сложится зигзаг, потому что мы вот здесь, да, вот здесь тоже из небольшого школьника. В данной зоне мы сейчас выходим вниз, делаем пятую волну в район 89 тысяч, да, по фьючерсу. Это все у нас будет только первые импульса с большой степенью вероятности в последнем движении. Маленькая получилась. Прибавим шрифт, чтобы было лучше видно. Вот. Потом мы нарисуем волну B. Ну и понятно, да, если это закончится еще одним импульсом в C. Вот так вот. Так, ну а теперь цели для всего этого безобразия 83-82,5. Вот, в принципе, и все. То есть мы должны, по сути, взять и обновить вот эти минимумы все, да, и прийти в зону примерно там где-то от 83 до 82. Ну, я выбыл середину, там, две проектные цели практически совпадают. Вот цель для последнего вот этого движения туда приходит. И для всей большой вот этой вот двойной тройки тоже туда попадает. Поэтому, в принципе, ну, амбициозно, ну да, ну еще 10 тысяч, ну, поменьше уже, конечно, да, уже сделали, уже идем вниз. Ну, там сколько получается? Там, да, 9, там, 8-9 тысяч еще вниз. На чем? Ну, не знаю, на чем-то. Ну, вот так вот, ребят. Такой волновой анализ, такие вещи ставит, да, и я, соответственно, не доверять ему не собираюсь. Ну, а фундамент там, ну, подумаем, посидим. Всегда есть какая-нибудь там такая, да, сказка, какая-нибудь фундаментальная, которая нам поможет оправдать наши, соответственно, теоретические размышления по волновому анализу. Вот, в принципе, что по РТСу я думаю. Поэтому я сохраняю свои цели, сохраняю, соответственно, свое ожидание на снижении его. Поэтому говорю, что не факт, что 39 нефть остановит, может быть, пойдут ниже. Пока по нефте этого не видно, но это вот допустимо. Там есть куда вниз ходить. По РТСу вот здесь вот стоит такая цель, да, где раньше ему, в принципе, ну, непонятно, как останавливаться, чтобы все было пропорционально. Потому что до этого все хорошо считалось, вот тут взять и выключить, да, этот анализ, так не бывает. Вот, поэтому вот такими соображениями. Вот, если есть вопросы, в принципе. Понятно, Александр. Ну, вот я вижу, нефть уже 41,96 пробила, ниже 42. Ну, и время закончилось у нас, поэтому я думаю, что, в принципе... Александр, слышите меня? На сегодня, наверное, все. Александр, слышите меня? Если что-то еще есть, пару слов еще скажу. Ну, а так, в принципе, всем спасибо тогда за внимание. Надеюсь, было полезно. Вот, ну, это материал на подумать, не надо торговать это, как бы, вслепую, как бы, да, увидел, как нарисовал человек и начал торговать. Обдумайте. Ну, вот. Хорошо. Я, в принципе, использую волновой анализ в своей торговой системе, но это лишь только аналитический блок. Безусловно, присутствует еще блок мани-менеджмента и всего остального. То есть волновой анализ – это не сама торговая система, это лишь ее составная часть. Вот, МБВБ, тогда в следующий раз. Хорошо. Вам спасибо, Игорь. Спасибо большое, Александр. Хорошего вам дня. Удачи. И будем надеяться, ваши прогнозы сбудутся. Спасибо. Ну, не знаю, можно, конечно, надеяться. Вообще-то, на 82 РТС не очень приятно. Ну, нет, у нас цель – заработать. Мне, например, вверх на 39 тоже не сильно приятно, как бы, но тут мы зачем собрались? Мы собрались деньги заработать. А приятно, неприятно – это уже другая тема. Спасибо. Согласен. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...